Суд Неницкого округа рассмотрит уголовное дело жителя Архангельска, обвиняемого в 24 эпизодах интернет-мошенничества. 20 из них были совершены в отношении жителей округа, еще 4 в отношении жителей соседнего Ямала-Неницкого округа. Как сообщает прислужба МВД ПАНАУ, ранее отделом уголовного розыска управления в столице Поморья был установлен и задержан мужчина 1983 года рождения. Он уже имеет судимость за кражи и грабежи. В ходе следствия молодой человек дал признательные показания по совершенным преступлениям с апреля по июль 2017 года. Задержанный уже возместил всем пострадавшим ущерб. Его общая сумма превысила 200 тысяч рублей. Суть преступления заключалась в том, что при помощи социальной сети друг вокруг он размещал объявления, либо находил уже размещенные кем-то объявления о продаже каких-либо предметов, товаров, либо оказания различных услуг. Выходил на связь либо в ходе переписки, либо, если был размещен мобильный телефон, связывался с этими людьми. И уже в ходе беседы, либо в ходе переписки вводил потерпевших в заблуждение, настаивал на том, чтобы они переводили либо в качестве предоплаты за свои услуги, либо за приобретение товара, денежные средства, либо полная оплата стоимости товаров. В нескольких случаях подозреваемый сообщал, что находится за пределами округа. Поэтому за доставку товаров нужно заплатить дополнительно. Сейчас мошенник находится под подпиской о невыезде. По меняемой ему статье он может получить до пяти лет лишения свободы. Следователи также отмечают большую сложность в раскрытии таких преступлений. Сложность в раскрытии данного вида преступлений, как правило, это то, что преступления совершаются с использованием сети интернет, социальных сетей, как правило, жителями не нашего округа, жителями иных субъектов Российской Федерации. Поэтому для их установления необходим очень большой комплекс оперативно-ресных мероприятий. Как правило, это не всегда получается, к сожалению, быстро, в связи с тем, что, как я еще раз повторюсь, совершаются жителями иных субъектов Российской Федерации. Несмотря на предупреждения полицейских, таких преступлений меньше не становится. На днях в полицию вновь обратилась жительница города, ставшая жертвой телефонного мошенничества. На мобильный телефон женщины позвонили с неизвестного номера и сообщили, что она выиграла крупную сумму. Для перевода денег потребуются банковские данные женщины. Ну, разговаривала спокойно, очень даже убедительно. На что я ему сказала, что вы меня разыгрываете, когда они сказали, что вы стали призером. Но они же, как обычные психологи, все равно давят психологически. Я сопоставила все эти факты, что он мне сказал. Действительно, да, я очень часто пользуюсь этим онлайн-переводами. Скорее всего, поэтому и доверилась. Потерпевшая успела заблокировать одну банковскую карту. Но со второй мошенники успели снять 3000 рублей. Женщина уже написала заявление в полицию. Проводится проверка. Полицейские еще раз предупреждают. Если вам позвонили с неизвестного номера, не передавайте никаких личных данных. Прекратите разговор и повесьте трубку. Александра Литкова, Иван Кутейников, Антон Водряков, Телеканал Север.